Друзья, всем привет! У меня сегодня последний катальный сезон на снегоходе Промакс. Сегодня отправляюсь вот с гаража по реке Обь. Сейчас уже апрель месяц, скоро у нас уже будет все таять. И уже будет опасно ездить по реке. Будет уже просачиваться наледь. И сегодня будет, так скажем, небольшой заключительный этап про снегоход Промакс. Немножко расскажу еще сегодня нюансы. А пока отправимся половить на жерлицы. Так что заводимся и отправляюсь. Заводимся сразу. Все, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хочу протестировать по глубокому снегу сейчас этот снегоход. Вот, ну, в принципе, здесь где-то чуть выше колена. Ну, немножко нас есть. Ну, и когда едешь, проваливаешься. Вот я сейчас покажу. Ну, вот, почти по яйцам. Ну, блин, почти по жопу. С широкими лыжами обязательно надо брать широкие насадки. Без них будет намного хуже идти. Я это уже проверил, вот, буквально, ну, недавно вот здесь вот покатался сейчас. Большой плюс дает широкие накладки на лыжи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аппарат офигенный. Главное, чтобы были, главное, эти. На, 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 докладки на лыжи. Широкие. Вот так вообще классно идет, еще лучше. Ладно, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я этот сезон докатал почти. Друзья, у нас скоро весна. Могу рассказать немножко плюсы и минусы. Что понравилось мне, а что не понравилось. Значит, не понравилось, это был такой нюанс, когда вот крышка, бака, она пропускала, и бензин немножко здесь расплескивался. И тем самым конденсировалась вода, попадала в бак и попадала в карбюратор. Вот, в прошлых видео я рассказывал, что мне поменяли карбюратор. Можете посмотреть, как он выглядит и какой он вообще на самом деле. Ну, китайский, правда, но он намного лучше. Поставили мне на эту крышку резинку. Я не сам ставил, мне все X-Motor сделали по гарантии. Поставили вот такую здесь пипку, не знаю, вот типа воздушника. Типа воздушника, все пропускать перестало. Идеально стал работать с новым карбюратором. Самый большой минус был, это когда мозги, короче, компенсировал этот карбюратор. Вот, а больше особо таких минусов не было. Ну, веревка порвалась. Вот эта вот веревка порвалась, заводилка ручная. Ну, мне ее заменили. Заводил с ручным тоже. Значит, когда берете аккумулятор, аккумулятор надо заряжать. Даже самые новые аккумуляторы, они севшие. Я зарядил аккумуляторы и нормально стал заводиться. Потому что до этого у меня аккумулятор садился на морозе, сдох. Короче, я заводил с ручного стартера, приходилось. За этот сезон я на нем проехал уже 300... Ну, на спидометре показывают 360 километров. Я уже счета сбился, сколько я уже рыбалок поездил. И просто так катался на гараже, катался, тестировал его так для себя. Чисто понять, как им управлять. Ну, особо минусов нет. Ну, минус есть. Вот немножко стекло такое, хлипкое и все. Вот. Что понравилось еще? Значит, здесь вот подставки. Эти подножки хорошо очищаемые. То есть, здесь снег не собирается в этом месте. Можно легко отряхнуть. Вот. И, как бы... Я даже не заморачивался. Я ни разу не отряхал. Ни разу не было такого, чтобы прям все в снегу было. Не было такого. Весь снег уходил. Что мне понравилось, то, что есть здесь прикуриватель. Ну, в принципе, мне кажется, у многих снегоходов. Есть прикуриватель на 12 вольт. Я им еще ни разу не пользовался. Гаджеты не заряжал. Есть еще один небольшой минус. Изначально я брал без спинки. Комплектации не было. Не входила спинка. Кофр у меня уже стоял. Это было в комплектации. Спинку поставили. Он немножко деформировался. Ну, вот. Немножко он... Немножко неудобно. Лучше, конечно, чтобы разработчики сделали... Надо чуть-чуть повыше сделать спинку. Потому что он давит на сам кофр. Вот. И он немножко сминается. А так удобная вещь. Офигенная. Мне нравится. Туда целый рюкзак помещается там. И боковые кармашки есть. И всякие там инструменты можно положить. Короче, много функций у этого кофра. Скорость включается неплохо. Проходимость я уже показывал. Вот сегодня покатался. Ну, хотя нас... Ну, я бы сказал, что по такому нас, то собака, мотособака бы не пошла. Она, возможно, бы зарылась бы. А вот на такой технике, по такому насту, когда вот столько снега, нормально идет. Мне понравилось. Этот год я практически заканчиваю эксплуатацию снегохода Кромок. Ставлю на консервацию. А дальше будут рыбалки летние. Готовимся к летней рыбалке. Пора уже. Время пришло. Пора! 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 Продолжение следует...